Кемран Сеидов представляет И снова, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. В данном видео мы с вами вернемтесь к теме политики Армении, которые все больше и больше погружаются в панические настроения и превращаются в некую абсолютную картину паники. На фоне недавних переговоров, в частности в Брюсселе, когда четко было зафиксировано на официальном уровне, во всяком случае такой системе, как Евросоюз, нерушимость границ Азербайджана, включая Карабах. Имеется в виду, как вы понимаете, целостность Азербайджана. Также, не менее важные моменты, которые прозвучали практически из уст головы Евросоюза, это отсутствие какого-либо вопроса, связанного с некой условной нацией под названием «Карабахские армяне». Ну, нету такой нации. Есть армяне-граждане Азербайджана, проживающие на территории Карабаха. Все это не могло вызвать громадных панических настроений, тем более на фоне вновь возрождающейся политики России по Кавказу. Да, Россия очень расстроена тем аспектом, что Азербайджан решил провести железную дорогу, и не только железную дорогу, через Иран. Он вынужден был это сделать, так как Армения затягивала открытие Зангизурского коридора. А ведь только в случае, если дорога проходила бы через Зангизур, российские миротворцы могли бы ее контролировать. То есть Россия имела бы отношение к данному глобальному проекту. А здесь российские миротворцы никак не могут контролировать дорогу, проходящую через Иран. В Нахчеване, а затем в Турцию. И это не может не напрягать Россию. Впрочем, обо всем мы с вами поговорим в данном видео. И начнем тем, говоря о политике Армении в связи со всеми этими глобальными процессами вокруг карабахского урегулирования, вокруг урегулирования уже, назовем так, де-факто и де-юре, то есть полнейшего, охарактеризованного с двух сторон урегулирования вопросов взаимоотношений Азербайджана и Армении с отсутствием вопроса о Карабахе. Мы начнемся с первой статьи. Каковы же настроения у армянских радикалов? Как я уже говорил, это паника. В частности, в так называемом, никогда не существовавшем отдельно от Азербайджана Нагорно-Карабахской, в кавычках, республике, которую армянство называет Арцахом, вдруг решили провести заседание Совета Безопасности. И обратите внимание, самое важное, что данное заседание было произведено в связи с крайне неприемлемым заявлением председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, что это, если не паника так называемых армянских сепаратистов, при этом озвученное уже в открытую самим Араиком Арутюняном, так называемым, в кавычках, президентом, так называемого, в кавычках, Нагорного Карабаха. Откровенная паника. Представитель франкофонии, представитель Брюсселя, представитель ЕС заявил о нерушимости азербайджанских границ. Но как же здесь не запаниковать? Впрочем, это еще не все, далеко не все. Продолжаю говорить о страхах, ведь страхи заключаются не только в потере армянских сказок и мифов о претензиях на Нагорный Карабах, но так же страх касался и так называемого, уже так называемого, потому что Азербайджан в нем уже настолько не зависит, Зангизурского коридора, после того, как Азербайджан провел альтернативную дорогу через Иран. Но Ильхам Алиев действительно, в общем-то, выразил правильную мысль, что нам все-таки выгодно было бы провести и дорогу через Зангизур. По простой, элементарной причине это нельзя перезагружать одну дорожную линию многочисленными грузами, которые будут передвигаться, в частности, из России и Средней Азии, а также из самой Азии, имеется в виду Китая. Но невозможно перегружать одну единственную дорогу. Поэтому, да, для Азербайджана крайне выгодно иметь два коридора, в частности, Зангизурский. Поэтому здесь ничего удивительного нет, но вот эти выступления о необходимости открытия второго для Азербайджана коридора, который соединял бы Азербайджан и Нахчевань, а через Нахчевань соединял бы Азербайджан с Турцией, и через Турцию происходило бы соединение с Европой, пугает армянскую сторону. В частности, вот что заявил секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян. На территории Армении не может быть дорога с логикой коридора. Реакция Еревана на заявление Алиева. Интересно. То есть, Россия союзник Армении, Турция, Европа, страны Азии прекрасно видят и заявляют в открытую о том, что данный коридор должен быть открыт. И только Армения заявляет о том, что на территории Армении не может быть дороги, чьи характеристики соответствовали бы коридору. Что такое Армения по сравнению с теми странами, благодаря которых она вообще, во-первых, существует? В частности, Россия. Из-за России. И на российских землях. Неужели Армения ждет, когда Россия четко заявит о своих претензиях на данные земли, которые охарактеризованы в договорах, которые подписывала Россия и Азербайджанский Иран, потому что тогда именно род Каджаров, род иранских азербайджанцев возглавлял Иран, были переданы те земли, на которых сейчас находится Армения, после, к сожалению, поражения в Российско-Персидской войне, в Российско-Иранской войне, Царской России, Российской империи? Неужели Армении так хочется вновь стать всего-навсего Армянской областью? Уже далеко не Царской России. Ну что ж, видимо, добро пожаловать. Не так ли? Есть и существует также еще одна пугающая для армян перспектива, которая все больше и больше воплощается в реальность. В связи с демаркацией и делимитацией границы возникают вопросы, связанные с анклавами. С анклавами Армении и Азербайджана. Вот что в связи с этим аспектом после своего визита, после возвращения в Армению заявил Пашинян. Давайте послушаем. Вопрос анклавов в Брюсселе не обсуждался, заявил Пашинян. Вопрос анклавов на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе не обсуждался, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. Он привел в пример слова секретаря Савбеза о возможности железнодорожной связи Ирасха и Мегри через Нахичевань. Может быть создана возможность для автомобильного сообщения. Конечно, у нас есть дорога по территории Армении из Мегри, но железная дорога, речь об этом, сказал Пашинян. Что касается анклавов, то такой вопрос в Брюсселе не обсуждался. Но нужно учитывать, что Азербайджан прямо или косвенно поднимает в различных форматах оппозиция Армении в этом плане, по словам премьера, довольно прозрачно и публично. Мы говорили, что во всех процессах мы должны углубиться в правовые основания. И мы говорили, что до сих пор по нашим исследованиям до юра не зафиксировано существование азербайджанских анклавов на территории Армении. Наоборот, мы зафиксировали, что данный Арцвашин это территория Армении, отметил Пашинян. То есть Пашинян делает вид, что не понимает, не осознает, что такое азербайджанские анклавы. убрав в сторону те места, где проживали раньше азербайджанцы, где количество азербайджанцев являлось большинством, а также учитывая то, как Армения краила границы после оккупации Карабаха, то неужели у кого-то возникают вопросы касательно нахождения на территории Армении анклавов. Пашинян делает вид, что ему об этом неизвестно. Интересно, не находите? Но тогда может быть нам захлопнуть действительно Лачинский коридор, ведь армяне Нагорного Карабаха уже являются анклавом. И тогда может быть армяне вспомнят об азербайджанских анклавах уже сейчас. Не хотелось бы, знаете, действовать вопреки подписанным договоренностям, это неверно. Но когда слышишь такие речи людей, которые возглавляют государство, государство, которое еще недавно являлось, да, впрочем, учитывая нахождение на территории этого государства многочисленных антиазербайджанских сил и является антагонистом государства Азербайджана, то всплывает мысль, что на время видимо стоит сделать закрыв Лачинский коридор Нагорный Карабах именно анклавом, а потом уже задать вопрос армянской стороне об азербайджанских анклавах и посмотреть, как после этого заговорит армянская сторона. Таково мое мнение. Если я в чем-то, если вы в чем-то со мной не согласны, пожалуйста, жду комментариев. И в комментариях вы можете описать свою позицию по данному вопросу. Ну, а мы продолжаем. Как вы понимаете, все эти заявления Пашиняна являются только частью жалкой позиции армянских властей, их трусливых речей, их трусливых политических действий, жалкие оправдания, как соратники Никола Пашиняна финтят ушами. В общем-то правильно. Ведь находясь в Брусселе, они четко признали целостность Азербайджана, они четко убрали вопрос вообще о каких-либо претензиях с армянской стороны, с какой-либо из армянских сторон, если быть точнее, потому что их много. Мы с вами все чаще и чаще в этом убеждаемся. В отношении территории Азербайджана. Также жалко выглядит заявление, постоянное заявление, которое мы слышим, теперь слышим от армянской стороны в отношении того, как они промолчали об отсутствии какого-либо понятия идентичного понятия карабахских армян. Нету этого понятия, оно исчезло, оно растворилось в Брюсселе. В связи с чем армянским политикам, возглавляющим так или иначе определенные государственные ведомства приходится финтить ушами, делать вид, что они не слышали, не видели, не осознавали. Смешно, если бы не было так грустно, в связи с тем, какой же противник был дан Азербайджану. Крайне жалкая картина, не так ли? Впрочем, кого же боятся армянские политики, возглавляющие страну, что же это за силы, которые продолжают заставлять власти Армении на мировом уровне говорить одно, а для своих граждан, как говорится, финтить ушами? Что же это за силы? Не считая уличных глашатаев в виде Европейского полюса и в виде союза Кочаряна и Сержа и их сторонников стали появляться новые силы в лице так называемого эксперт-хозяйства. О ком я говорю? Ну, в частности, вдруг начал делать неожиданные до недавнего времени заявления Рубен Сафрастян. Давайте с вами прочтемте, что он заявил. Только название данной статьи, потому что оно уже говорит о многом. Конечная цель Турции с подачи США вывести военную базу России из Армении. тоже крайне интересно. Турция, которая является сейчас уже врагом, противником Соединенных Штатов Америки, Турция, про которую Соединенные Штаты Америки уже в открытую заявляют, что ее необходимо вывести из состава НАТО, это страна по мнению данного так называемого востоковеда, академика Академии наук Армении Рубена Сафрастяна играет на руку с Соединенным Штатом Америки для вывода российских вооруженных сил с территории условной республики Армения. Ну, не смешно ли? То есть, вопреки своим интересам примкнуть циросоздать новый союз с Россией, возможно, и Китаем в связи с железной дорогой Шелковый Путь, Турция выходит, по мнению Сафрастяна, сама же готова рубить сук нового иного политического мира, который может возникнуть в связи с объединением этих трех сил. Можем называть этот мир как угодно. Тураном в Китае проживают уйгуры. Железная дорога Шелковый Путь и союза связанного со странами, которые входят в территорию, через которую будет проходить данная железная дорога, называть можно как угодно. Неужели Турция будет рубить данный сук? Не думаю. Тем более, давайте с вами представим то, в какой ужасной сейчас ситуации находится Россия и союз с Турцией. Как ни странно, он будет союз именно равных стран, как минимум равных, а возможно и с перевесом в сторону Турции. Впервые Турция будет являться как минимум равным союзником, нежели она занимала позиции в так называемом военном союзе НАТО, где сразу несколько стран являлись противниками самой Турции, ее врагами, откровенно вы давайте все называть своими именами. это Франция, Греция, это часть политического эстаблишмента самой Америки. Картина получается крайне интересная. А здесь Турция реально может действительно почувствовать себя как минимум равной, если не выше. Но Сафрастян ну за такую правду бы не заплатили его финансовые скажем так вкладчики. То же самое продолжает в общем-то ту же самую линию гнуть другой армянский эксперт только уже с точки зрения Азербайджана он в меньшей степени говорит о Турции это Александр Искандарян Азербайджану не нужен мир ему нужен Карабах. Опять-таки странное ложное заявление Азербайджан на протяжении 30 лет говорил о всевозможных способах именно мирного урегулирования и дальнейшей мирной жизни в Закавказе и почему-то Сафрат Александр Искандарян не говорит кто отказывался от тех заявлений от тех предложений которые исходили от Азербайджана. Неужели Азербайджану сейчас когда вот-вот будут запущены громадные я бы сказал международные ну назовем даже здесь трудно назвать какое-то характеризующее более точно характеризующее действие в котором будет участвовать Азербайджан невозможно потому что это нечто столь глобальное что таких процессов еще не наблюдалось имеется ввиду в частности железные дороги поставки газа при этом что касается железной дороги и вот вот этих перевозок грузов ведь Азербайджан станет пересечением сразу нескольких дорог я уже говорил об интересах Израиля примкнуть к этой железной дороге неспроста Израиль сейчас посылать своих политических фигурантов в Турцию и в Россию потому что эти две страны контролируют Сирию в большей степени для того чтобы перевозить израильские товары по железной дороге необходимо именно иметь договоренность с Турцией и Россией для перевозки товаров по территории Сирии то есть это первая дорога как вы понимаете к этой восточной ветви примкнут и другие страны ближнего востока теперь давайте вспомним что есть и основная основополагающая дорога это перевозка товаров уже из Азии Китая Индии и Пакистана которые тоже могут примкнуть множество других азиатских стран включая Кореи обе Кореи А там есть что перевозить тем не менее по мнению Искандериана Азербайджан так же как и его предшественник говоривший о Турции готовы рубить сук который бы привел бы Азербайджан к процветанию но не смешно ли я даже скажу больше Азербайджан сейчас тем более заготавливает все необходимое для запуска этих железных дорог все мы прекрасно знаем о том какие чистки идут в определенных органах которые могли бы так или иначе помешать запуску этих дорог происходят определенные реформы уже явно заготавливающие запуск этих железных дорог через Азербайджан поэтому неужели Азербайджан с одной стороны проделывать грандиозную работу по реформе внутри Азербайджана с другой стороны будет рубить сук и обнулять свою работу громадную работу которую Азербайджан проделал и проделывает для запуска всех этих планов впрочем и это еще не все переходим к следующей статье Турция и Азербайджан продолжают политику геноцида в Нагорном Карабахе о каком геноциде может идти речь если в Нагорном Карабахе уже давным-давно не проживают азербайджанцы и куда они исчезли это если говорить о геноцидах так кто же творит геноциды дорогие в кавычках наши армянские оппоненты при том что Азербайджан неоднократно заявлял о том что все армяне проживающие в Карабахе являются гражданами Азербайджана о каком геноциде идет речь если на территории Азербайджана проживают армяне даже во время 44-дневной войны я вынужден в неочередной раз заявить об этом армяне умудрились покалечить армянку проживающую в Гянже как же это в Турции проживают сотни тысяч армян как же это о каком геноциде говорят армянские так называемые гореэксперты но и это еще не все переходим к следующей статье многие сейчас наверное задаются вопросом почему армянская сторона так оживилась по стравливанию России и Турции с чем связана вновь возродившаяся идея по стравливанию этих двух крупнейших и важнейших государств а причина крайне проста Россия я об этом уже говорил очень сильно обеспокоена тем что Азербайджан уже запустил альтернативу Зангизурскому коридору через территорию Ирана я уже объяснял что для России этот аспект является проблемным почему проблемным ну давайте вернемтесь к этой моей мысли которую впрочем озвучил и другой азербайджанский эксперт я не буду запускать это видео я просто ознакомлю вас с видеороликом это Фархад Мамедов давая интервью Егору Курабтеву так что же заставляет армян стравливать Россию Турцию для России как я уже говорил запущенный альтернативный коридор соединяющий Азербайджан с Нахчеванью Турцией и Европой через территорию Ирана заставил Россию очень сильно понервничать так как эта дорога не контролируется никак российской стороной то есть Россия не может примкнуть к данному процессу а вот тот коридор о котором заявлял в свое время Азербайджан и который должен был пройти через Зангизур как раз таки и контролировался бы российской стороной российскими миротворцами а также проходил бы через территорию Армении то бишь опять таки находился бы под контролем российской стороны но Азербайджан вынужден был это обнулить по вине затягивания открытия Зангизурского коридора армянской стороной и вот здесь вы все таки зададитесь вопросом а при чем здесь травливание России и Турции при чем здесь этот крайне важный аспект Зангизурский коридор и альтернативный коридор через Иран позволил бы реально нанести такой существенный ущерб Соединенным Штатам Америки потому что при запуске такого грандиозного международного плана в который были бы вовлечены страны Азии и Ближнего Востока это бы означало обнуление влияния Соединенных Штатов Америки во всех этих регионах как минимум снижение влияния А также создание новой абсолютной новой валюты для удобства перевозки товаров по всей этой территории Представьте себе эту глобальную территорию и насколько интересно и насколько глобален будет интерес к этой валюте Поэтому Армения и армянские гореэксперты служа Западу в неочередной раз стараются не допустить открытия альтернативы Вначале они попытались запустить альтернативу Зангизурскому коридору но так как она была запущена сейчас они мешают запустить сам Зангизурский коридор потому что альтернативный Базангизурского коридора единственная железная дорога не справится с данным грандиозным грузоперевозом грузоперевозкой это невозможно и Армения и их скажем так хозяева в Соединенных Штатах Америки прекрасно осведомлены об этом поэтому Армения через травливание России и Турции намеревается оттянуть открытие главного центрального момента в той самой железной дороге впрочем давайте пойдемте дальше отступать некуда позади Нагорный Карабах и Армения да дорогие друзья армян очень пугает все то что происходит они вновь стали вспоминать даже заявление Монта Милканяна террориста который сидел во французской тюрьме за участие в теракте в аэропорту Орли потеряем Нагорный Карабах закроем последнюю страницу армянской истории странное заявление не находите Армения всегда существовало и прекрасно существовало в составе Персии Иранского Азербайджана в составе Российской империи и так далее смешно если бы не было бы так больно и как вы понимаете если армянская сторона начинает обращаться к Монтамилканяну это уже намек на то что армянские радикалы в открытую начинают угрожать народу Армении той части армянского народа которые будут выступать против продолжения кровавого банкета вот чего боятся армянские власти но давайте пойдемте дальше и перейдемте к следующей статье так прошу прощения прошу прощения в Карабахе все считают Пашиняна предателем и позором армянского народа да это еще одна часть армянского пускай даже условно армянского этноса которые запугивают армянский народ остальную часть армянского народа почему я говорю карабахские армяне крайне скудные имеют отношения к остальным армянам в частности в Ереване убрав в сторону их отношения кавказским албанам убрав в сторону что часть этих армян были переселены из Ирана и скорее всего в большей степени имеют иранскую идентичность нежели армянскую неспроста Иран кстати им и оказывал поддержку я могу перечислить еще список моментов почему эта часть армянского так называемого этноса не связана с армянами в Ереване тем не менее на них шли на протяжении 30 лет громадные суммы выделяемые из армянского из бюджета Армении и так достаточно скудного поэтому навряд ли удастся сейчас карабахским армянам хоть как-то осуществить давление на ереванских но не захотят ереванцы из своего скудного бюджета отрывать еще часть финансов на продолжение существования некоего так называемого уже официально так называемого потому что уже не только ООН но и Евросоюз но и Россия в лице Владимира Путина заявляют о нерушимости азербайджанских границ тратить свои финансы на вот это больной сон армянского народа о претензиях на Карабах но давайте пойдемте еще чуть дальше кого же еще боятся власти Армении описывая армянских экспертов описывая так называемых представителей карабах армян хотя этот термин уже ликвидирован в Брюсселе есть конечно же силы и в самой Армении это реваншисты реваншисты в Армении сейчас делятся как минимум на две основные касты это откровенные неонацисты в лице европейского назовем так как они любят говорить полюса а также на второй лагерь который представляют сторонники Сержасарксяна и Кочаряна то есть людей которые по локоть запачкали свои руки в крови азербайджанцев и самих же армян этих людей действительно власти Армении опасаются и я могу понять вот эту непонятные противоречив противоречащие друг другу очень часто заявления как Пашиняна так и его окружение страх страх еще раз страх тем более у Пашиняна перед глазами есть опыт его назовем так духовного наставника политического наставника Ливона Тарпетросяна продолжая рассуждать мы с вами переходим к следующей ссылке постепенно продвигаясь к концу данного видео мы с вами уже затронули впрочем эту тему но еще раз давайте с вами пройдемте по ней более подробно как я сказал против Пашиняна силы которые запугивают власти Армении включая главу армянского правительства кроме Сержа Жасарксяна Кочаряна есть и нацистская составляющая составляющая которая подчиняется понятию антисемитизма о чем я говорю дорогие друзья я говорю о количестве сторонников неонацизма здесь неправильно написали понятие фашизм потому что это больше неонацистская составляющая в армянском обществе и не только в армянском в частности одна из международных организаций решила провести подсчет сторонников именно сил связанных с коричневой чумой в различных регионах Евразии в России данное число составило 14% в Украине 5% в Румынии 22% и так далее в Армении обратите внимание 32% 32% это самый большой процент на всей территории вот этого евразийского пространства да немножко давайте отвлечемся от этого потому что есть понятие Россия сейчас некоторые скажут Кемран веришь ли ты в то что в России может быть 14% антисемитов или неких нацистских сторонников сказать вам честно да почему ну давайте с вами немножечко проанализируем недавно из жизни в России ушел Владимир Жириновский который на выборах в Государственную Думу часто набирал 25% понятно что его сторонниками являлись не только фашисты но уж точно радикалы в связи с чем мы можем разделить это число на 2 и получается как минимум 12 с половиной процентов то есть число достаточно близкое к 14 о которых было заявлено в данной таблице изображенной на карте Евразии поэтому да в это я верю в отношении Армении в 32% мне тоже верится хотя бы в связи с тем что в Армении это в одной из малого количества списка стран в которых кандидатом в президенты после 2000 годов был глава армяно-арийского ордена то есть откровенный нацист да он набрал 5-6% мало но 5-6% жителей Армении и тех кто не скрывает своей нацистской идентичности а во сколько раз это надо умножить тех которые скрывают свою вот эту антисемитскую нацистскую составляющую 6-7 раз думаю что да переходим к следующей ссылке это тоже одна из сил вот кстати которую боятся нынешние власти Армении почему они с одной стороны обещают снести памятник Гарегину НЖД потому что как вы понимаете Россия это требует во время встреч Пашиняна и Владимира Путина тем не менее власти Армении не могут на это пойти снос данного памятника может обернуться крайне нежелательными последствиями для самого Пашиняна ну а мы переходим к следующей ссылке не только нацизмом живо армянское радикальное движение но и мародерством которое оно совершало на протяжении как минимум 30 лет в статье которая сейчас находится перед вашими глазами приведены факты когда армянская сторона в открытую пишет о том что ограбила и вывезла святыни Азербайджана из музеев мечетей и прочих культурных и исторических зданий древние кораны древние символы веры и сейчас армяне за это просят деньги вы можете себе представить вор в открытую предлагает за вознаграждение возвращение того что он украл не скрываясь не прячась кто захочет сможет ознакомиться с этими фактами как армяне вывозили с территории Карабаха богатство не только природные но и культурные мы же продолжим да на фоне всех этих перетрубаций в армянском политическом и возле политическом обществе у армян произошло радостное событие впервые Армения запустила первый вы вдумайтесь только сейчас первый свой спутник и в неочередной раз это сделала как ни странно американская компания SpaceX а как же тогда санкции что-то непонятно непонятная политика запада согласитесь Армения поддерживает действия России в Украине полностью поддерживает а Америка запускает первый спутник для Армении что-то непонятное ну и последнее о чем хотелось бы с вами поговорить ну как же без этого армяне решили посвятить одну из статей так называемым героем царской империи русской империи на столь в общем-то короткий список так называемых награжденных лиц если сейчас написать азербайджанцев то армянам придется заплакать чего стоит только род ханов Нахчеванских россияне откройте интернет напишите ханны Нахчеванские я уж не говорю про других представителей азербайджанского народа которые служили верой и правдой России список будет и того больше но на этом я пожалуй закончу данное свое видео не забудьте ставить как я всегда говорю лайки либо дизлайки оставлять комментарии делиться ссылками в соцсетях приглашать друзей и знакомых подписывайтесь на канал либо проверяйте подписку те кто уже подписаны потому что только все вместе мы сможем продвигать правду в массы ну и последнее тоже я уже неоднократно об этом говорил что под видео я оставляю не только все ссылки которые использую в своих видео но также данные необходимые для оказания финансовой поддержки работы данного канала и вашего слуги всем до свидания до свидания до свидания до свидания